Мы привыкли, что царство животных очень по-разному выглядит. Разные формы, цвета, разные характеры, не менее по-разному выглядит царство ангелов над нами. И среди них особенно ярко светит архангел Михаил, который уважали давным-давно, с разными именами звали его. Например, в греческой культуре звали его Аполлум. И люди знали, что он связан со Солнцем, что он связан с мудростью космоса, что он носит мудрость. И что он помогает человеку найти внутреннюю ясность в душе, найти мужество в сердце. И часто бывало так, что когда люди воевали, именно когда это был враг, против которого воевали, у которого чувствовали это зло, которое против нас борется, тогда чувствовали, что Михаил, что архангел с ними. Такая близость им помогала найти мужество и преодолеть зло. Но ситуация в мире меняется. И часто сегодня еще смотрят на архангела Михаила, как это нарисовано в старых иконах, на старых картинах, что он оружие, что он как военный выглядит. Но сегодня другая ситуация. С тех пор, что появились автоматы, танки, самолеты, это было в Первой мировой войне. Сама война стала совсем другая вещь. Это продолжалось, стало страшнее и страшнее. Добавились еще ракеты, Добавились еще Труны, Атунные бомбы. И война на самом деле сегодня Только уничтожение Означает. Никто не победит, Все только потеряют. Когда в начале 20 века Социалисты подошли к Толстому с вопросом, Хочет ли он им своим именем помочь? Он им задал один вопрос. Как вы относитесь к насилию? И они ответили, Ну, насилие, конечно, не желается, Но без насилия Изменить мир, к сожалению, невозможно. И он ответил, Тогда без меня. Об этом узнал Ганди, Которого позже звали Махатма Ганди. И он основал Это чудесное Движение Без всякого насилия И в конце концов Выгнали англичан Из Индии. Без любого насилия. Появились другие Как Дагхаммошелд, Как Матин Лусакинг. Это как чудесный цепь Через 20 век Людей, которые понимали Это изменение, Что война Уже Не Такая вещь, Как это раньше было, Что Война Означает Уничтожение Человеческого Поле Современных Битв Это Сама Душа Человека В ее Глубине Эта Битва Идет Битва О которой Редко Говорят Но Которая Все Решает Продолжает Летуша Жить Или Умрет Лена Она Призвана Для Вечности Но Это Не Сам Собой Разумеется И Каждый Человек Должен Найти Что Кормит В Его Душе Вечное Что Радует Его Что Помогает Ему Найти Внутреннюю Силу Михаил Рядом С нами И Когда Ищем Внутреннюю Ясность Он Он Всегда Готов Помочь Нам Найти Ее Он С Ее С Его Мудростью Рядом С Его Интеллигенцию Дать Нам Из Этого Как Солнце Дает Землю Бесконечно Щедро Так И Он Щедро Дает Нам Мы Мы Только От Нас Такое Движение Наверх Нужно Такая Готовность Нужно Принимать Это Эту Ясность Эту Мудрость Он Дает Нам Но Есть Сильные Власти Которые Хотят Заковать Человека И Которые Не Хотят Что Душа Продолжает Жить Они Все Что Хотят Что Могут Делать Чтобы Вести Человека Вести Наше Общество В Такое Состояние В Которое Умрет Душевная Жизнь Это Современная Битва Михаил И Дракон И Мы Все Участники Этой Битве Дракон Дракон Субтитры создавал DimaTorzok